Новые кадровые перестановки в правительстве региона, приобретение передвижных стоматологических пунктов и индексация ставки на молоко. Эти темы стали главными на повестке оперативного совещания. Мария Гаврилова вошла в состав регионального правительства. Решение о включении министра городостроительства и благоустройства Мурманской области в органы исполнительной власти принял глава региона Андрей Чибис. Также стало известно о кадровых перестановках. Одновременно заместителем губернатора и министром цифрового развития назначена Александра Никипелова. С учетом вашего опыта и на работе в Минцифре, вашего опыта на работе в структурах Росатома, я убежден, что те задачи, которые перед нами стоят в части цифровизации, вы выполните, безусловно, успешно. Поэтому удачи вам и успехов. На приобретение социально важного для региона транспорта правительство Мурманской области выделит 55 миллионов рублей. Так планируется закупить два стоматологических передвижных комплекса. Они будут обслуживать удаленные населенные пункты Печенского округа и Кандалакшского района. Также закупят автобусы для доноров. Мы запустили поезда здоровья, очень современные, видим большую востребованность и отдельный акцент, конечно, нужно сделать на стоматологии. Второе, это автобус для доноров, оборудованный холодильниками, местами для хранения оборудования, для забора крови, оборудованный для неотложной помощи, необходимый для перевозки в бригад Мурманской областной станции приливания крови. Губернатор поздравил работников агропрома с профессиональным праздником, подчеркнув, что несмотря на сложные климатические условия, рост производства продукции сельского хозяйства по сравнению с 2019 годом составил 4%. В этом году сельскохозяйственная отрасль региона получит господдержку на сумму более полумиллиарда рублей. Ставка субсидий на молоко будет повышена. Мы принесли изменения, проиндексировали ставку на тонну молока. Увеличение данной ставки составило 52,8%. Это до 10,6 тысяч рублей на тонну молока. В правительстве Мурманской области продолжается формирование бюджета региона на 2022 год. По словам Андрея Чибис, региональный бюджет этого года исполняется с профицитом. Поэтому Министерству финансов Мурманской области дано поручение подготовить предложение для его корректировки.